Продолжение следует... Прекрасный котик. Хорошо, тогда будем на западный манер безотчества, да? Да. В последнее время произошло несколько событий, причем произошли они в достаточно короткий период времени, событий примечательных, которые наводят на мысль, что они между собой неким образом еще и связаны. Появилась публикация в Тайм статьи под названием «Никто больше меня не хочет нашей победы» о психологическом состоянии президента Украины Владимира Зеленского, о том, что говорят члены его команды, которые, правда, пожелали остаться анонимными, о настроениях на Западе, о том, что наступает, в общем-то, на этом самом Западе усталость от войны и о том, как это отражается на состоянии Зеленского и его окружения. Кроме того, появилось интервью главкома ВСУ Валерия Заужного, в котором он достаточно скептически высказался о перспективах войны для Украины. И буквально в те же дни появляется заявление Алексея Арестовича о том, что он собирается баллотироваться на пост президента Украины, и он публикует свою программу, ну, или нечто вроде программы. Вот когда смотришь на все эти события, складывается впечатление, что они между собой каким-то образом связаны, мы поговорим об этом, но прежде всего меня интересует такой вопрос. Вот как вы думаете, почему появилось в западной прессе отдельно интервью Валерия Заужного, и кто является конечным адресатом этого интервью? Ну, смотрите, к цепи событий, которую вы назвали, я бы прибавила еще вот только что заявил Дмитрий Кулеба, что Зеленский и его команда рассматривают возможность проведения выборов, потому что все, как я понимаю, крутилось вокруг этого. Соединенные Штаты давили на Зеленского и довольно ясно дали ему понять во время визита, что они хотели бы проведение выборов как минимум как инструмента легитимизации украинской власти, потому что как-то очень много людей, которые против помощи Украины, они особенно упирают на коррупцию, на разные недемократические тенденции и так далее, и так далее. И, соответственно, кроме того, мне кажется, что Соединенные Штаты настаивали на проведении выборов для того, чтобы сделать позицию украинской власти несколько более, как бы это сказать, реалистичной. Вообще складывается впечатление хорошо организованной кампании, причем кампании, направленной сразу же на две цели. Первая цель – это так или иначе склонить Украину в ближайшей перспективе к переговорам и к замораживанию конфликта. Это просматривается, потому что просматривается из заявлений ряда лиц, из публикаций в западной прессе, которые реально за последнее время изменили свою тональность. А вторая цель, как мне кажется, это Зеленский. Складывается впечатление, что идет атака еще и персонально на него. Согласны вы с такой трактовкой? Скорее, я согласна, но с двумя важными замечаниями. Первое – это не столько хорошо организованная кампания, сколько, как я уже сказала, навалилась и прорвало. Ваша покорная слуга говорила об этом достаточно осторожно и не в таких громких тонах, но где-то уже примерно месяц, ровно потому, что, ну, будучи представителем России, достаточно сложно взять на себя, достаточно некорректно, да, начать рубить с плеча и объяснять, что, ребята, вы тут ничего не понимаете, надо то, сё, пятое, десятое. Вот, поэтому, когда появилась же, появилась публикация в Тайм, было ясно, что дальше просто покатится, это будет нарастать, это будет лавина. Это обсуждаются все в частных кругах и не хотят выносить в публичную плоскость. Аж покорная слуга говорила, например, одну простую вещь. Путин в будущем году собирается потратить минимум 110 миллиардов долларов на войну, а на самом деле это только открытая часть бюджета. Украина хорошо, если получит на войну, именно на войну, не какие-то там другие цели, 60 миллиардов долларов. Вопрос, как выявлять в таких условиях? Ну, то есть, второй вопрос. Напрямую связанность с бюджетами сторон, да? Да, извините, пожалуйста, это современная война. Кроме этого, если говорить о живой силе, то понятно, что тут возможности сторон тоже напрямую связаны с количеством живой силы. Понятно, что у Путина этой живой силы больше. И хотя в начале войны все наблюдали гигантский энтузиазм и людей, которые бежали в военкоматы, и людей, которые уходили добровольцами, одновременно были, я где-то слышала, я не помню, я не ручаюсь за эту цифру, там где-то 3 миллиона человек призывного возраста, которые каким-то образом уклонялись от призыва. И я сейчас не могу верить в сердце эту цифру, поэтому я не ручаюсь, я даже не могу вспомнить, где она слышала. Но мы видим действительно гигантское... Мы сейчас понимаем, что очень тяжело Украине набирать людей, что те люди, которых набирают по мобилизации, они зачастую не имеют опыта, их тоже зачастую используют, ну, не будем говорить, пушечное мясо, но, в общем, две армии были когда-то советскими, и у них ноги растут из одинаковых штанин, из одного места. И хотя это... И очень много людей мы видим, которые жалуются на то, что можно откупиться от армии, потому что так или иначе мы видели в Украине просто людей, которые, военкомов, которые очень быстро обогатились. Мы, например, не видим в Израиле военкомов, которые обогащаются. И мы не видим в Израиле массового уклонения от армии, что понятно, потому что совершенно другая страна с совершенно другими, как бы это сказать, обстоятельствами. И получается, что все показывали на Путина, и все говорили, что вот у него побегут мобилизованные, и все будут недовольны. А это та же самая проблема, это та же мобилизация, это та же усталость от окопной войны. Есть в Украине люди, которые сидят в окопах, они начинают спрашивать с правительства власти вокруг, кто виноват, естественно, как всегда виновата, оказывается коррупция. И еще раз повторяю, да, это ситуация, которая не могла не прорваться, потому что Путин, мы видим, что у Путина ничего страшного не происходит с экономикой. История с санкциями провалилась. Не потому, что их неправильно внедряли, а просто потому, что есть Восток, есть Индия, есть Китай, которые продолжают торговать с Россией, потому что экономика стала глобальной, и построить дамбу посередине океана, оставив другую часть океана, не перекрытой дамбой, просто не получается. Мы видим, что Путин использует что-то вроде военного кинсианства для оживления экономики. И нельзя сказать, что он у него в таком уж прекрасном состоянии, но у него все нормально с количеством людей, которые рано или поздно нанимаются на фронт. У него армия потихонечку растет. Насколько я понимаю, там приблизительно 5000 человек в месяц растет, то есть завербовывается где-то 20 тысяч, но понятно, что там 5 из них лызнь убивают, еще сколько-то ранят. Соответственно, тем не менее чистый прирост происходит. Эти люди получают деньги, которых они никогда не видели. А военные фабрики, военные рабочие получают зарплаты, которых у них никогда не было. Люди в остальных заводах тоже получают, растут зарплаты, потому что начинается дефицит рабочей силы. Возрастает строительство, особенно в оккупированных областях, но это все за счет российского бюджета. Если вы спросите, кто платит за удовольствие, за удовольствие платят те, кто покупает нефть. В прошлом году, в прошлый месяц Путин продал на 18 миллиардов долларов одной только нефти. Там целый флот призрачных танкеров. В основном все это идет через Индию, но не только. И половину этого он может спокойно употребить на войну. У Украины нет такой возможности, в зависимости от того, что дают союзники. А Германия там с Питой мечтает опять подсоединиться. Ну, я не знаю, с Питой мечтает, но во всяком случае, скажем так, Германии трудно будет перезапустить экономику без дешевого российского газа. Но самое главное, это, собственно, все мелочи, а самое главное, это, конечно, фронт, потому что ситуация на фронте, ну, всегда война высшая масть. Если бы у Украины получалось дойти до Мелитополя во время летнего наступления или хотя бы до Токмака, я напоминаю, что захват Токмака означает перерезание одной из двух действующих сейчас для снабжения не только юга, но и Крыма железной дороги. Вторая дорога идет по мосту Керченскому. Керченский мост теоретически явно можно повредить. Другое дело, что это не имеет смысла делать, если остается дорога, идущая через Токмак, потому что это, наоборот, может привести к дополнительному сопротивлению. Если бы это удалось, то да, Украина бы могла говорить о том, что у нее есть серьезный военный успех. Но украинское наступление сначала завязло в минных полях, а потом оказалось, что спутники, вот та самая пресловутая прозрачность поля боя, они не очень правильно оценили готовность российской армии, потому что российская армия во всех лесополосах нарыла бункеры и укрепленные пункты, которые просто сателлиты не увидели. В связи с чем была перепалка между, если я не ошибаюсь, ВСУ и, да, по-моему, именно американцами, когда американцы стали говорить, что же это вы полагаетесь на сателлиты, надо типа ножками ходить и смотреть. Эта перепалка была связана именно с тем, что российской армии удалось реально обмануть вот эту вот пресловутую прозрачность. Кроме этого, начались вещи, которые, ну, российская армия не просто извлекла уроки с поражения, потому что можно сказать, что в 22-м году Россия проиграла, а в 23-м году все пошло совершенно по-другому. Например, у России никогда не было реального господства в воздухе на поле боя, за исключением Мариуполя, которые, собственно, по этому поводу и снисли с лица земли. И напоминаю, что, собственно, путинское использование ракет для стрельбы по энергосистеме было связано именно с тем, что он не мог отправить в ковровые бомбардировки самолеты, их бы сбивали. Но появились планирующие бомбы, к ним стали, к очень старым бомбам стали приделывать новые крылышки, которые позволяют им более или менее точно лететь 50 километров. Где-то я видела слова, что в прошлом месяце был поставлен рекорд по их применению, было свыше тысячи таких вот новых планирующих бомб применено по украинским передним линиям. Соответственно, то же самое касается российских вертолетов, которые всегда стреляли Нурсами, которые всегда стреляли с кабрирования, то есть как можно дальше посылали ракету, задрав нос, неважно, куда стреляешь. Есть такая штука, которая называется израильская Spike and Loss, Spike Non-Line of Sight. Это абсолютно грандиозная, гениальная израильская ракета, которая практически действительно не имеет аналогов, она состоится при этом на вооружении Израиля, по-моему, уже лет 30 и экспортируется всюду. Spike and Loss отличается тем, что ее запускают с вертолета, но она улетает за горизонт. То есть летчик, она попадает точно в цель, но она попадает не за 5 километров, и не за 7 километров, она попадает за 25 километров. Это вот просто вот топ. Россия долго хвалилась, что сделает собственные аналоги Spike. Их долго не было, их не было в том числе в 22-м году. Но вот сейчас они появились. Собственно, вот все рассказы о том, какая страшная вещь, особенно К-52, связаны в значительной степени с применением этих аналогов Spike. Они, естественно, стреляют не на 25 километров, они стреляют, по-моему, на 15 километров. Но 15 километров – это в данной ситуации тоже очень много. То есть мы видим, что действительно, ну, как бы очень много вещей просто, которые происходят на поле боя. Добавлю сюда РЭП, добавлю сюда Лансеты. То есть в тех случаях иногда Россия, очень часто видно, что Россия действует по старым учебникам, наступает, как под Авдеевкой, бронетехникой по медным полям. Но одновременно очень часто видно, что там применяются некоторые новые технологии. И, скажем, даже, скажем, даже когда наступает бронетехника, казалось бы, по минным полям. Нет, не по минным полям, казалось бы, да, просто наступает бронетехника, которую легко выносит украинская артиллерия, а потом прилетает Лансет и выносит украинскую артиллерию. А поскольку украинская артиллерия точная, но дорогая, а Лансет гораздо дешевле, то получается, что бронетехника служит приманкой, но, значит, в итоге ни того, ни другому не становится лучше. То есть все это кончилось. Ну, было очевидно, что кончится это тем, что в конце, как раз в конце октября, украинская армия будет делать рывок, чтобы дойти до Токмака. Это понимала украинская армия, это понимала российская армия, российские генералы. Соответственно, они собрали 30-тысячный кулак в Донецке. И вместо того, чтобы кинуть его под Токмак, что, кстати, очень многие ожидали, они кинули его под Авдеевку, потратили, как всегда, гигантскую кучу народу, пока особенно не продвинулись, Авдеевку не заняли, но вот этот вот бросок на Токмак сорвали полностью. То есть цель минимума была выполнена. Собственно, после этого и появилась статья заложенного, мне кажется. Вот ваша покорная слуга, когда стало ясно, что Авдеевка ставит крест на Токмаке. Вот цель минимума была выполнена. Собственно, после этого стало ясно, что летнее наступление не удалось, появляется статья заложенного. Вот я думаю, такая хрона. Вы думаете, что реальным адресатом статьи заложенного является не американский читатель и в целом англоязычный читатель, а, например, тот же Зеленский? Вы знаете, у меня... Это очень хороший вопрос. Я сама им задаюсь. Я хочу его сегодня задать Михаилу подалеку. Посмотрим, что мне ответит. Я думаю, что и статья журнала «Тайм», это тоже ее адресатом в значительной степени тоже является Зеленский. И более того, даже та президентская кампания, о которой объявляет Алексей Арестович, посмотрите, Арестович еще не начал этой президентской кампании. Арестович только начал говорить, но ситуация в Украине уже очень резко поменялась. И, ну, например, вот я уже говорю, Глеба говорит, что украинская власть рассматривает возможность провести выборы. Это, собственно, так и работает демократия. Как только появляется какой-то очень сильный диссонанс с действительностью, некоторое время, вот мы все видели, как этот перекос наблюдался, потому что, ну, все-таки это война, никто не хотел говорить ГОП, пока стало ясно, что никто не прыгнул. Все говорили, ну, давайте подождем, а что будет под Токмаком? Вот как случилась Авдеевка и как начался ноябрь? Вот оно все и посыпалось. Ну, кстати, тот же Михаил Подоляк в ответ на эту публикацию в «Тайм» заявил, что это частное мнение, субъективное мнение отдельно взятого журналиста, которое, в общем, совсем не обязательно должно соответствовать объективной истине. Вот такая реакция. Ну, чье-то мнение редко соответствует объективной истине, но совокупность мнений очень часто, по крайней мере, есть нечто такое, с чем надо считаться. Мы все-таки понимаем, что, хотя я очень аккуратно выбираю выражение, но Зеленский в Соединенных Штатах встретил действительно очень, очень холодный прием. Это был очень холодный душ. и то, что Зеленский в ходе своего визита в Соединенных Штатах вышел, например, и стал рассказывать, тогда был конфликт, если помните, с президентом Польши, и тогда Зеленский стал говорить, что вот кто-то там работает на Москву. Это выглядело дико, потому что Польша была одним из вернейших союзников Украины, просто Польша разбилась в лепешку для Украины. И все это был диспут из-за какого-то несчастного зерна, и все это было накануне польских выборов. И, наверное, трибуна ООН было не самое правильное место об этом говорить, особенно когда у Зеленского, как вам сказать, в этот момент были проблемы с американскими властями, что гораздо серьезней. Через некоторое время Зеленский уже отвечал на вопрос о Жан-Клоде Юнкере, бывшем председателе Еврокомиссии, который сказал, что Украина из-за коррупции не готова вступать в Евросоюз. И сказал про него, что он тут распространяет российские нарративы. Но как-то вот то, что коррупция это российский нарратив в Украине, это тоже удивительно слышать. Это все, в общем-то, не прибавляет. Хотя это все на самом деле имело значение, что называется, поводы придраться. А, видимо, главная, одна из главных причин недовольства Зеленским, это вот его мессианские представления и то, что то, о чем он думает и то, что он хочет, никак не совпадает с реальностью, особенно так, как ее понимает в Вашингтоне. А как вы думаете, возможен вообще прямой конфликт в высших сферах в Украине, например, того же Зеленского за ужином по поводу дальнейшего продолжения боевых действий? Ну, знаете, это самый тяжелый вопрос. Если можно, я не буду отвечать полностью, что я думаю, именно в связи с тем, что, как я уже сказала, мне кажется, что мы сейчас с вами обсуждаем практически некоторые внутренние вещи в Украине. Мне кажется, что двум россиянам это не до конца корректно делать. То есть я предпочла, что это, скажем, обсуждали сами украинцы или, скажем, американцы, или потому что всегда может возникнуть вопрос о нашей заинтересованности. Тем не менее, есть история, но как еще в марте 22-го года возбуждается дело о том, почему оставили юг. Уголовное дело, по которому допрашивают генералов. Несмотря на то, что все говорят, мы не знаем, что это такое, но просто неоформально это называется делом заложного. Есть история про Бахмут, который, ну, слушайте, украинские войска взорвали последний мост и просто было уже ясно, что они собираются уходить из Бахмута. Вдруг они почему-то в Бахмуте остались, это была большая политическая история, фортец и Бахмут несли при этом достаточно неоправданные потери, в то время как, да, понятно, не надо было отступать где-то слишком далеко, но в конце концов вокруг Бахмута высоты, и хотя первоначально соотношение потерь внутри Бахмута было чрезвычайно как бы чрезвычайно на украинской стороне, тем не менее, на самом деле Бахмаевдеевка, это же Бахмут-2, это же была та же самая история, когда российская армия, вернее тогда это Бахмут, Вагнер был, начал в Бахмуте своими телами не столько вести войну на истощение, потому что это была война на истощение прежде всего самого Вагнера, там потери были 1 к 7, насколько я понимаю, то есть там было чудовище на соотношении потерь, тем не менее, это не позволило украинской армии перейти в наступление и позволило российской армии собственно построить все те укрепления, о которых мы говорили. Понятно, что, ну, как бы то, о чем я говорю, это была военная неизбежность, то есть нельзя было не ввязываться в эту войну, но тем не менее, вот то, что сейчас говорит Алексей Арестович публично насчет того, что не оставить Бахмут, это было политическое решение, оно достаточно дорого обошлось, могло обойтись дешевле, это, мне кажется, абсолютная правда. Точно так же, как если вот то, что о чем пишет журнал Тайм, что значит было политическое желание Зеленского штурмовать горловку, чтобы что-то показать. Это тоже правда. Я также могу обратить ваше внимание на большое количество разных вещей, которые, ну, никак не сказывались на том, что происходит реально в войне, но порождали много пиара. Рассказ о том, что адмирала Соколова, командующего Черноморским флотом, хлопнули. Потом оказывается, что он же все эти беспилотники по Москве. Ну да, один прилетел по шпилю Кремлевского дворца, это было красиво, это было действительно зрелищно, Путин после этого страшно возбудился. Но потом, когда эти беспилотники летали, у меня было очень странное ощущение, потому что, ну, как я думала, вот сейчас, не дай бог, этих беспилотников, я не знаю, залетит в окно детского сада, убьет трех детей, и что будет тогда отвечать Украина? Вот ее будут полоскать, смотрите, что происходит с Израилем. Причем, потому что нынче защитникам прав человека дай только это самое, дай только повод. Соответственно, все это выглядело как-то странно, все это выглядело как разные пиар-усилия, которые там, образование сибирского батальона, еще что-то, вот все вот в этом роде. Это все выглядело какой-то гибридной войной, а гибридную войну, конечно, ведут, когда нужен пиар, и когда нет успехов в войне настоящей. В этом смысле я большой скептик гибридной войны, и все время гибридной войной занимается Путин. Как только вы начинаете вести гибридную войну, это значит, что вы, проще говоря, врете. Поскольку вы врете не только окружающим, но и самим себе, то в войне настоящей это обычно имеет совершенно драматические последствия, включая то, что весь ваш состав, весь ваш командный состав начинает понимать, что главное не сделать, а отчитаться, и они просто отчитываются, а какой-то враги. Соответственно, вот все это, ну, как вам сказать, вот я на это глядела со стороны, а как вы думаете, я на это глядел за ложной? Но я так понял из вашего комментария, что вы относитесь достаточно скептически к этим самым добровольческим подразделениям. Так ли это? Смотрите-ка, батальон это сколько человек? А я не знаю, сколько сейчас правильно батальон человек должен быть. Ну, если я не ошибаюсь, как филолог, около трехсот. А тут 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 вот Токмак в СУ взять не может. Какой сибирский батальон? Какое освобождение Сибири силами трехсот человек? Одна из вещей страшных, которые так просто ужасается Европа, они думают, не дай бог Россия распадется, то же самое, не дай бог думают то же самое, не дай бог думают Соединенные Штаты. Россия, правда, не распадется, но суть не важна. То есть, понимаете, вот этот деколонизационный дискурс, который пользуется такой большой поддержкой на левых кампусах и который, как мы видим, к чему приводит и кто у нас сейчас на Ближнем Востоке деколонизаторы и кто у нас на Ближнем Востоке сейчас поселенцы. Даже если это дело вынуть, то вот этот деколонизационный дискурс, несмотря на то, что он пользуется в Гарварде большой поддержкой, я вас уверяю, просто больших политиков от него, как от кислого лимона. Это во-первых. Во-вторых, Даниил, ну, будем честными, примерно в какой-то момент, когда в Украинстве казалось, что все, там просто весь мир на их стороне. Сейчас, значит, Татарстан, сейчас не то, что граница 91-го года, репарации, безъядерный статус России, освободим Татарстан, Ингрия будет свободна и так далее, и так далее. Значит, когда вот этот дискурс был использован для того, чтобы пытаться взять под контроль всю российскую оппозицию, и что, значит, тот, кто насчет Ингрии сомневается, того отменить и так далее. Возникает вопрос. Вот сидит человек, который ненавидит Путина, который искренне желает победы Украине. Вдруг он слышит, что ты, значит, русня, что Рашку надо расчленить, что Ингрия должна быть свободной, безъядерный статус и так далее, и так далее, и так далее. Этот человек пойдет воевать за Украину? Этот человек прикинется шлангом и сбежит из российской армии? Я, правда, понимаю, что в российской армии в основном люди, которые, ну, не до таких высоких материй. Абсолютно. Но тем не менее, да, но тем не менее, все-таки, мне кажется, что когда пропаганда действует на войне, то пропаганда на войне, направленная по отношению к противнику, она должна делать, прежде всего, демотивировать противника. Даже немцы, когда они листки над окопами советскими разбрасывали, они не разбрасывали листки о том, что все унтерменши, хотя, собственно, это была их официальная идеология. Они разбрасывали листки «бей комиссаров». И, надо сказать, очень многие эти листки читали и проникались, и архивы НКВД показывают, что, да, собственно, мы знаем, что, правда, и без этих листков Красная Армия ненавидела комиссаров и ненавидела Сталина настолько, что первые несколько месяцев она просто бежала так, что пятки сверкают. Это было, на самом деле, скрытое восстание против советской власти, пока они не поняли, что там, что там, что шило, что мыло. И пока, собственно, не подействовал жесточайший террор Сталина и заградотряды. И пока они начали учиться воевать, а не поднимать в атаку совершенно бесподокомленных каких-то рубежей и на немецкие танки бросать людей просто массами, толпами невооруженных. Тем не менее. Значит, ну, слушайте, ну, вот, что официальная украинская пропаганда, условно говоря, будет сбрасывать на российские окопы? А вставайте, вступайте в ряды в РДК и освобождайте Ингрию и Татарстан? Я бы здесь с вами подискутирую... Ну, это же как-то смешно. Нет, я бы здесь подискутирую с вами, потому что, во-первых, вы очень сильно в данном вопросе уперлись именно в сибирский батальон, а есть другие подразделения, которые не исповедуют вот эту вот деколонизаторскую линию, в том числе РДК. Они не являются эти колонизаторами, сепаратистами, расчлененцами, инграми и тому подобное. Это первое. Второе, ну, батальон, когда вы говорите о том, что батальон, возможно, даже и не насчитывает у них столько людей, 300, например, но мы же понимаем, что это условное обозначение, да, для целей, так сказать, военно-пропагандистских. Ну, может быть, там не 300 и даже еще... Мэти, а то, значит, а в Легионе сколько? Ну, вот назвали Легион, да, ну, слушайте, ну, вот Руслан Левеев говорит, что Легион идет в основном пиар-существовании. Слушайте, понимаете, дело не в том, что в сибирском батальоне сколько там людей, но вот поддерживали там деколонизационное движение в Дагестане. В итоге поддержали канал «Утро Дагестан», которым руководит исламист, который призвал сопротивляться ехудам, которые сейчас приедут, бегут из своего Израиля и захватят Дагестан. Мы видим, чем это кончилось. Да, просто чтобы уравновесить обе стороны уравнения, я хочу дополнить про другой эпизод, который случился только что, когда рисовали во Франции звезды Давида на домах, принадлежащих евреев, и все, естественно, решили, что это делают исламисты, но поймали двух молдавских девушек, которые, насколько я понимаю, получали эти задания от кого-то изнутри России, как осторожно выражается французская полиция, чтобы не сказать ФСБ. Да вот это же явление одного порядка, что все называются, что эти, потому что есть спецслужбы, которые опять же растут из одних штанов, у них два близнеца пара, у которых надо сделать мероприятие для галочки, отчитаться, что вот мы провели тут работу и сделали противнику больно, выполнили работу, освоили деньги и вообще провели активное мероприятие. При этом никто не принимает в расчет из тех, которые проводят эти активные мероприятия, а на политическом положении страны в более широком контексте, как это скажется. Соответственно, ответ заключается в том, что это молдавско-французская история на положении России не скажется никак, потому что там просто коробка полна дерьма и там уже ничего сверху не положишь, потому что оно полно по самый край. А в случае с Дагестаном, ну, мне кажется, дэмиджа в конечном итоге, потому что все все понимают и никто же не говорит, что это произошло исключительно по наводке телеграм-канала «Утро Дагестан», потому что это произошло, во-первых, из-за салафитского антисемитизма, растущего на Кавказе, во-вторых, из-за абсолютно звериного антисемитизма, который начал распространяться по Первому каналу и по российскому телевидению, и который просто заводит сам Путин, который реально решил стать на сторону, мягко говоря, глобального юга, чтобы не называть разные религиозные аффилиации. Вот. Поэтому я вовсе не хочу сказать, что это сделал телеграм-канал «Утро Дагестан», точно так же, как и звезды Давида появились не из-за двух молдавских девушек непосредственно, а из-за тех гигантских демонстраций того чудовищного роста антисемитизма в Европе, который мы наблюдаем. Но все-таки конкретные звезды Давида нарисовали конкретные девушки, которые получали, еще раз повторяю осторожное выражение от французской полиции указания от кого-то из России. Мы даже знаем, что у этого кто-то наверняка три буквы. Первая «Ф», вторая «Б». Вот что-то мне подсказывает. Первая «Ф», последняя «Б», извините, ради бога. Вот. И то же самое видно, что непосредственную в Дагестане непосредственную пылающую спичку к этому кусту хвороста облитому бензином, который заготавливали совсем другие люди и обливали бензином совсем другие люди. Но все-таки спичку бросили вот в эти конкретные люди, которые написали в телеграм-канале не что-нибудь, а вот тут евреи бегут из Израиля, а они сейчас оккупируют Дагестан. Сопротивляйтесь «Юхудам». Ну, вы же знаете, что ни русский добровольческий корпус, ни сибирский батальон, ни даже легион «Свобода России» там по себе не имеют никакого отношения к ресурсу «Утро Дагестан». Вот от слова «совсем». Но не имеют. Нет никакой связи там между Денисом Капустином по прозвищу «Вайт Рекс» и «Утром Дагестана». Слушайте, я совершенно говорю, вы еще что-то мне шьете русский добровольческий корпус. Я про него сейчас вообще ничего не говорю и его не обсуждаю. Я обсуждаю то, что взятый украинскими властями лозунг на деколонизацию, курс на деколонизацию, мягко говоря, казался стоил им больше, чем принес. Вот и все. Вопрос политического баланса. Это я согласен с вами. Здесь активы, здесь пассивы. И если вы думаете, что в Америке этого не заметили, я вас уверен, что и в Америке всего этого заметили. В этом я с вами согласен. Я, кстати говоря, говорил Илье не раз, Пономареву, даже в эфирах его, что надо бы им как-то сменить немножко пластинку, потому что большого количества сторонников в России на теме поражения, распада, оккупации, выплат контрибуции, деколонизации, дерусификации и прочее вы не найдете. Но меня не услышали, у них была своя установка какая-то. Поэтому дискусс продолжала оставаться вот таким образом. Мне была своя установка, что, понимаете, тут дело какое. Они косплеили Путина. Зачем? Вот пришел Путин, это шахтеры и трактористы, здесь будет Донецкая народная республика, здесь будет Луганская народная республика. Все это выглядело отвратительно и было понятно, что это никакие не шахтеры и трактористы, потому что из них под их шахтерских сапог вылезали оформленные брюки, чекиста или, соответственно, служащего российской армии. Ну так хорошо, ребята. На Путина это была гибридная война, про которую мы уже говорили, что получается, что легче врать, чем воровать. И хорошего из этого ничего не выходит. Вот это, собственно, и привело Путина туда, где он есть. Ну так и зачем же ему подражать? Вот я прошу прощения, вот как вы думаете, вот почему Израиль сейчас не создает, я не знаю, батальон берберов, которые должны освобождать Марокко и Тунис от арабской колонизации? А я думаю, что это невозможно. А почему невозможно? Ну, потому что, если вы проводите параллель с российскими двороводческими подразделениями, в России немало людей, готовых бороться с путинизмом на этой войне, в частности, с оружием в руках. Такие люди есть, их все больше становится. Я сомневаюсь, что в Марокко есть искренние люди, готовые бороться с исламизмом, например. В силу того, что сам исламизм является... Вы абсолютно... Вы, извините, вы очень глубоко заблуждаетесь. И Тунис, и Алжир это древние цивилизации, для которых арабы, для многих людей там арабы являются завоевателями. Арабский язык является искусственно навязанным. А это люди, которые помнят, что они входили еще в состав Римской империи, что Массиниса и Йогурта воевали еще с Римом, что из Берберов происходили некоторые римские императоры, что Блаженный Августин происходил из Берберов. Я говорю совершенно серьезно. Я думаю, что даже в Иране можно найти людей, которые помнят Зароастрийский... Зароастрийский... Там есть Зароастрийский, да. Да. И я вас уверяю, что в Египте можно найти 10% коптов, христианских коптов, которые являются христианским, автохтонным, угнетальным населением Египта и так далее, и так далее. А тем не менее, значит, просто... Ну, извините, израильтянам этого в голову не может прийти, потому что это фигня. А Израиль занимается настоящей войной. И вторая вещь, по которой это израильтянам не может прийти, и по той простой причине, что у Израиля сейчас есть один совершенно конкретный противник Хамаса. И он нуждается в уничтожении Хамаса, и он занимается уничтожением Хамаса. И он не занимается умножением количества врагов, он занимается умножением количества друзей. Каждый араб в Израиле, который сейчас прямо выступает на стороне Израиля, а таких много, каждый бедуин, который выступит на стороне Израиля, Каждый арабский водитель, который был на фестивале Рим и прославился тем, что он несколько раз приезжал на фестиваль и увозил оттуда под огнем, вывозил оттуда женщин, мальчишек и девчонок. А каждый владелец мясной лавки на Голланах, который вот просто я знаю этот конкретный пример, человек сейчас сидит и жарит стейки для израильской армии. Да его на руках будут носить. Ему никто не напишет в фейсбуке, что он там нехорошая рабня и всегда значит с вами все ясно и Израиль не занимается умножением количества рабов, Израиль занимается умножением количества друзей. У Израиля есть совершенно конкретная военная цель Хамас. Поэтому значит он не создает коптские, берберские и персидские батальоны. Но когда он видит персов, когда он видит иранцев, которые на западе выходят с флагами в поддержку Израиля, то ничего кроме глубочайшей благодарности по отношению к этим людям, естественно Израиль не выражает. Не любите вы русских добровольцев, я понял. Я понял. Можно было бы поспорить, но так много займет времени, что мне бы не хотелось. Нет, я сейчас не говорю о русских добровольцах вообще. Я говорю о том, что если бы была другая политика Украины, то русских добровольцев было бы гораздо больше. А, это да. В этом я с вами согласен, конечно. Ну а вы готовы были лично поддержать такой аукцион, который мы проводим? Нет. Понятно. Понял. Хорошо, не будем развивать эту тему, потому что она так и конфликтная и приводит к спорам лишним, на мой взгляд. Поэтому я отвожу этот толкцион в долгий ящик пока. Так, вернемся к тем, кого мы обсуждали. Арестович и его предвыборная программа. Программа, на первый взгляд, достаточно, на мой взгляд, обычная, но в ней бросается в глаза один пункт, который все, собственно, и заметили. Это пункт у готовности вступить в НАТО, отказавшись при этом от претензий на территории, уже захваченные Путиным у Украины. И вот здесь возникают вопросы, потому что еще недавно подобная оппозиция называлась словосочетанием «кремлевский нарратив». Совсем недавно большое оппозиционное сообщество, да и украинцы, и люди на Западе называли подобные, ну, скажем так, компромиссные позиции к «кремлевским нарративам». Вы, я так понимаю, с этим не согласны? Извините, война – большая масть, война все кроет. Понятно, что если бы была другая история на фронте, то и нарратив был бы другой. Тут спрашивают, а что это такое случилось с Ристовичем? А он в 22-м году, значит, слушайте, в 22-м году Украина, я еще раз повторяю эту формулировку, Украина победила в войне 22-го года. А Украина сделала это высочайшей ценой, в том числе и ценой самопожертвования, потому что, представьте себе, я вот повторяю этот рассказ, а это рассказ, извините, из первых уст. Ну, то есть из моих, из вторых, но он мне рассказывался из первых. Потому что, напоминаю, что тактика прежде всего ставку за ложность дел на силы спецопераций, и тактика заключалась в том, чтобы как можно глубже заманить, ну вот как Кутузов, российские войска, вглубь, и чтобы эти колонны провисли под собственной тяжестью, стали уязвимы, у них было не хватало, естественно, горючки, у них не хватало того десятого, оказалось, что украинская авиация цела, а самое главное, силы ССО уходили в тыл, и вот на севере-то это было запланировано, а на юге-то это не было запланировано. И представьте себе, вот у вас пять человек в машине, а в этой машине у вас лежит 30 джавелинов. Да, я просто, мне кто-то сказал, что 30 джавелинов не помещается, я уточню, уначе помещается 30 джавелинов, если и три пусковых, допустим, установки, их, потому что их запускают с пусковой обстановки, потому что, как бы, они уже вынуты из коробок, тогда они помещаются в джип. Вот вы заезжаете на холмик, это степь, это не горы, под вами колонна российской бронетехники. Вы соображаете, что вы можете выпустить все 20 джавелинов, если я сказала 30, это ошибка, конечно, 20, извините, я поправилась, 20 джавелинов, три пусковые установки. Вы можете их запустить, но с почти полной вероятностью у вас уничтожат в ответ. Вы можете выстрелить несколько джавелинов, уехать и где-нибудь другой холмик найти. Но вы не знаете, где фланги, где тыл, у вас отсутствует связь, вы выпускаете все 20. Соответственно, просто подразделения таким образом теряли там 80 человек из 100. Остальные были ранены. А вот так Украина остановила российские войска тогда. А потом было отступление с Херсона. А потом еще перед этим было бегство из-под Харькова. А это была победа. 22-й год был победа. 23-й год, как я уже сказала, оказалось, что российские войска извлекли выводы из уроков. И пока вся благосфера и пропаганда лиговала и рассказывала, «Знаете, тут, да вот они тут грезут, как мухи на убой, да мы завтра, да вот в Крым». Оказалось, что это просто физически не соответствует действительности. А, соответственно, другие времена, другие условия. А как вы думаете, само украинское общество сейчас готово принять такие предложения, которые выдвигает тот же Арестович, которые звучат и в публикациях других известных лидеров мнений, так скажем, вот я хочу сказать, что наш, наверное, общий знакомый Альфред Кох, он уже какое-то время последовательно выступает за реализацию именно такого сценария, то есть за заморозку войны по линии разграничения. Но из опросов общественного мнения в Украине складывается впечатление, что сами украинцы пока к этому не готовы. Вы знаете, я знаю людей, которые давно этого, но не то, что ждали, которые, еще раз повторяю, если вы внимательно посмотрите на то, как действовал заложник, то вы увидите, что, несмотря на все победные крики, украинская армия на самом деле с июля стоит практически в стратегической обороне, и это самое умное, что мог сделать заложник. А это, наверное, отвечает на некоторые вопросы, потому что мы не знаем, что думает заложник, но мы видим, что он делает. То есть рассказывать, понимаете, понятно, в общем-то, мягко говоря, Алексей Аристович, как мы знаем, ездил не в Москву, прежде чем выдвинуть этот план. Он ездил в Америку. Перед этим в Америку ездил Зеленский. Он почему-то встретил там холодный прием. Этого плана он не обнародовал. Тогда в Америку съездил Арестович и обнародовал этот план. Это вас не наводит на некоторые же смышления? Наводит, конечно. Я с них и начал передачу, на самом деле. Да. А как вы думаете, есть ли шанс у Арестовича стать президентом Украины? Вот теперь войти к условиям. Первое. Вот об этом мне абсолютно сложно судить. Мне кажется, что самое главное, что сохранила Украина, то есть надо, чтобы она это сохранила, это вот именно выборы. Потому что, когда у вас есть выборы, когда у вас есть демократию, у вас есть возможность совершенствоваться. Демократия, как было давно сказано, это самый худший способ правления, не считая всех других. Я, кстати, вы знаете, даже с этим совершенно не согласна. Потому что ваш покорный слуга идее всеобщего избирательного права не нравится. Я знаю. Я считаю, что, да, все, что мы наблюдаем сейчас вокруг, в том числе вот эти пряски розовых пони из Гарварда, со словами «пусть Израиль прекратит свою агрессию», это БЛМ, вот все вот это вот, это действительно конкретное последствие всеобщего избирательного права. И мы тут все говорим об Украине, а все-таки давайте скажем, мы потом обязательно вернемся к Арестовичу и к Украине, а пока я просто выскажу несколько общих идей, которые связаны с том, что все-таки дело сейчас уже не в том, не в Украине. Мы живем в эпоху около точки бифрукации. Мы живем в ситуации, когда завтра может начаться Четвертая мировая война, если она еще не идет. То есть может все стухнуть. Точка бифрукации – это когда события являются непредсказуемыми. Мы не можем предсказать, что будет завтра. Вмешается ли Иран в войну или не вмешается? Это, судя по выступлению сегодняшнему Насролы, не вмешается. Вот никто почему-то не заметил, это меня совершенно поражает, что все, когда Йемен, то есть йеменские мятежники, за которыми на самом деле стоит Иран, объявил войну Израилю и даже запустил какие-то ракеты, и эти ракеты были сбиты, все посмеялись и, видимо, решили, что это как из анекдота, когда там дикари запускают какую-то деревянную ракету, она взрывается, они запускают ее с целью ударить по Нью-Йорку. Они такие разлетаются со стороны, и говорят, ой, как это самое нам. Что же, представьте себе, в Нью-Йорке-то было, если даже по нам так пришлось. Так я хочу, Даниил, сказать, что эта ракета, это на самом деле иранские ракеты, которые в свою очередь являются копией еще старых советских ракет. Это баллистическая ракета, которая летит на тысячу километров. Это гораздо круче Фау-2, а эта штука, которая летела из космоса, и на самом деле на наших глазах произошло две вещи. Первое. Израиль впервые в истории человечества. Человечество. Не Ближнего Востока, человечество. Сбил баллистическую ракету в космосе. То есть та установка, которая работала, которая была принята на вооружение в 17-м году, это вот то самое, что Путин страшно. Система перехвата баллистических ракет. Вот это она и работала. Это первое. И это то, что человечество 20 лет вообще назад не представляло себе, что могло случиться. Второе. Значит, это было явное испытание Ирана. Может ли он достать Израиль ядерной ракетой? Вот ему показали, что нет. Вот после этого Иран заговорил, что, кажется, у меня тут есть пять миллионов афганских беженцев, я их, кажется, собираюсь высылать домой. Значит, половина из них просто умрет по дороге. Пять миллионов афганских беженцев Ирану были нужны. Понятно, для чего беженцы это резерв для армии, которая режет и убивает, не которая воюет, а просто убивает. Да, тут он заговорил, что он их, кажется, собирается отправлять домой. Но это все мелочи. Да, не мелочи. Я еще раз повторяю, что вот мы находимся на точке бифуркации. Предсказать, что будет дальше, невозможно. А когда мы находимся вблизи точки бифуркации, это означает, что количество катастрофических решений, возможность катастрофических решений, принятых кем-то, она просто возрастает на порядок. То есть любое решение, которое принимает сейчас та или другая страна конфликта, включая Европу и США, они могут быть катастрофическим, как впоследствии это окажется. А может, ничего не случится, может, это... Так вот, я обращаю ваше внимание, что мы оказались вот в этой ситуации, и вероятность катастрофических решений велика именно в связи с всеобщим избирательным правом и триумфом тех политиков, которые обещают людям вещи, которые они заведомо не могут выполнить. Но зато немедленно собирают лайки. Кстати говоря, к Украине и к истории о том, что вот тот 91-й год, а как оно обстоит, дело в реальности, неважно, вы это самое нам скажите хорошее, мы тогда за вас проголосуем и вам поставим лайк. К Украине это, к сожалению, тоже относится. Так вот, политики, которые собирают лайки, которые обещают невозможное, и побеждают при этом на выборах, они привели наш мир к существующей ситуации. Значит, у меня есть серьезное подозрение, что, не дай бог, эта Четвертая мировая война произойдет, она просто уничтожит этот тип политиков, и она просто уничтожит этот тип управления государствами. И в следующем раунде будут соревноваться не всеобщее избирательное право, и тираны, а тираны и ограниченное избирательное право. Потому что тиранов, к сожалению, даже если они сумасшедшие, как Путин, им нельзя отказать в том, что они могут планировать на много лет вперед. А демократический политик, он планирует ровно до избирательного цикла. А вот в связи с этим, возвращаясь к электоральным перспективам Арестовича, мне очень сложно сказать, какие электоральные перспективы сейчас, на сегодняшний момент, у человека, который первым начал говорить правду. Потому что не всегда широкая публика правду любит. Но, во-первых, иногда во время войны широкая публика прозревает. Это тоже очень серьезно бывает. А во-вторых, все равно кто-то должен говорить правду, потому что тогда меняется общий дискурс. Посмотрите, стоило Арестовичу заговорить о том, как на самом деле обстоят дела на фронте. Вот вам и тайм, вот вам и статья заложного, вот вам и Кулеба говорит, что в Украине, кажется, будут проводиться выборы. Это, согласитесь, уже фантастическую вещь сделал Арестович. Он просто радикально уже изменил дискурс внутри Украины и даже в мире. Ну, как бы, извините, человек даже еще не двинулся на госпрезидента, а он уже поменял дискурс. Вы можете себе как бы представить в будущем, если человек сделал только это и какое мужество на это потребовалось? Потому что, конечно, можно было продолжать говорить дальше, как все хорошо. Все-все-все любят розовых пони. Если человек сказал правду и уже переменил дискурс, вы можете себе представить, что будет дальше? Я не могу. Вы как-то говорили или писали где-то, что Израиль не хочет присоединять к себе сектор газа, не желая получить огромное количество арабов, которые будут ненавидеть собственно говоря сам Израиль. А если попытаться... Что-то я, наверное, такого все-таки вряд ли писала, потому что Израиль, в общем-то, и не может присоединиться. Нет, наверное, извините, я писала, что Египет не хочет присоединять к себе сектор газа, потому что Египет со своим 110-миллионным населением прекрасно... Вот, да, я просто понимала, да, не выиграла, проиграла, не в преферанс в очко и не 100 рублей, а 1000, что Египет не желает присоединять сектор газа и даже пускать к себе этих прекрасных людей, ну, впрочем, точно так же, как и Ордания и все остальные арабские страны, потому что они прекрасно представляют себе, что эти люди в средне статистически собой представляют. Хотя я, естественно, должна добавить, что, ну, как бы эти люди жертвы Хамаса и эти люди жертвы той системы воспитания, которая существует внутри, и среди этих жертв есть люди, которые прекрасно понимают, что происходит. Вот мы совсем недавно даже на BBC видели жуткую сцену, когда женщина, причитая над тропом убитого родственника, закричала, это все из-за этих хамасовских собак, после чего просто на наших глазах ей заткнули рот рукой. И я напоминаю о таком явлении, которое существует в секторе газа, которое называется масштаб, П на конце, а это лица, сотрудничающие в секторе газа тайно с Моссадом или Шабаком, которые шпионят в пользу Израиля, просто чтобы купить себе и своей семье, как правило, лучшее будущее, потом они перевозятся в Израиль, получают документы. Соответственно, израильские меняют полностью личности. Вот представляете себе, насколько надо ненавидеть этот тоталитарный, промывающий мозги, эту секту хамасовскую, чтобы рисковать жизнью, вот, чтобы вырваться оттуда. Я пытаюсь сейчас найти, где я ошибся с Израилем, не могу найти пока вашу публикацию, но спорить с вами о ваших словах я не буду. Нет, я просто, понимаете, я просто еще раз повторяю, это даже не моя идея, очень много людей, включая Станин Слава Долковского, говорят, что идеально, еще, по крайней мере, еще недавно, сейчас, очень сложно предсказать, что будет, но я не исключаю, что действительно Израиль просто зачистит, по крайней мере, часть сектора газа и посмотрим, что будет дальше. То есть зачищать он его будет точно, посмотрим, что будет дальше. Значит, идея заключалась в том, что Иордания должна забрать себе территории, а Египет должен забрать себе сектор газа, но Египет этому категорически противится, потому что с мусульманским братством Египта нахлебались, и обратите внимание, что на самом деле сейчас есть единственный род стран, в которых не происходит всех этих масштабных выступлений в поддержку, на тему, как здорово убивать израильских детей и жарить их в духовках, и как это духоподъемная какая-то деколонизация, и это страны, это монархии, арабские монархии, в которых правители ведут очень разумную политику, им не нужно заискивать перед толпой, в отличие от демократии, в отличие от диктатур, они являются законными властителями, соответственно, вот там мы не наблюдаем демонстрации практически против Израиля, в отличие от Европы, кстати. Я хотел спросить о другом, если попытаться провести аналогию с Украиной, я понимаю, что она будет натянутой, но тем не менее, а есть ли смысл Украине бороться за территории, население которых совершенно очевидным образом нелояльно этой самой Украине, и есть ли возможность Украины построить полноценное национальное государство, присоединив силы эти территории, я имею в виду тот самый, те самые Крым и Донбасс, за которые столько копий сломано. Данил, во-первых, там первое, вот это совершенно, наверное, еще раз проблема, которая не очень корректно обсуждать Дом Русским, по той причине, значит, как эти территории оказались оторваны от Крыма, это первое. А второе, я думаю, что тут уже Америка свое слово сказала, и, собственно, то, что на год назад напечатывал Алмазк, протвитил, за что не вопрошились все хляби небесные, на самом деле сейчас проклятся, практически является действующим оперативом, потому что, ну, слушайте, опять же, мы только что говорили о вот этом деколуниальном дискурсе украинских властей, плюс, значит, вот этот глава СНБО Данилов, который рассказывал, что россияне, мы не россияне, как он там сказал, украинцы не россияне, россияне, азиаты, мы от них отличаемся, значит, мы отличаемся от них своей человечностью. Наверное, это не тот тип дискурса, с которым следует приходить к американцам и просить у них оружие, чтобы, соответственно, выкинуть, чтобы вернуть Украине Крым, потому что потом естественно встречается, встает вопрос перед теми же самыми американцами, а что будет с теми нечеловечными россиянами и русскими, которые составляют этническое большинство внутри Крыма. Тем более, что, в общем, ответ на этот вопрос был дан, когда значительная часть украинской публики праздновала изгнание армян из Нагорного Карабаха, за словами, вот это вот юридически азербайджанская территория, ура, значит, вот этих армян изгнали, то же самое мы сделаем с... то же самое мы сделаем с Крым. Хотя, обращаю ваше внимание, что официальные украинские власти к этому не присоединились, но тем не менее, было видно, что это как бы не только настроение широких народных масс. Вот, это, как я уже сказала, крайне недальновидная политика, потому что, если в начале всей этой войны это была война демократии против диктатуры, то такого рода риторика сделала эту войну соответственно этнической войной, а дальше уже вступает в рову, дальше уже перед американцами тем же самым возник вопрос не об юридических границах, то есть границах девяносто первого года, а об этнических границах. Ситуация в Донбассе и Луганске, конечно, существенно различается, потому что там было огромное количество людей, которые были за Украину, там была ситуация не сильно отличавшаяся, допустим, от того же самого Харькова и Одессы, но просто после гигантского количества разборок огромное количество этих людей уехало. И опять же мы видим, что в том же самом Донбассе и Луганске было огромное количество людей, которых забрали в ополчение, которых использовали мясо, которых брали в тапочках, когда они выходили за водой, потому что воды в Донецке нету, не было. И, соответственно, было естественно ожидать, что украинские власти будут как-то обращаться к этим людям, говорить им, ну, хорошо, там вот, россияне, они уже воюют, да, они там все за Путина, но вот это же конкретно это украинские граждане. А этих украинских граждан, они оказались между Сциллой и Харибной, они используются в качестве пушечного мяса. Казалось, было бы, естественно, обращаться к ним всячески как-то говорить, переходите на нашу сторону, ребята, бросайте оружие и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, мы видим, что вот те территории, которые были оккупированы Россией с 2014 года, там мало украинские власти тратили время на обращение к их гражданам и на агитацию среди их, среди тех, кто остался на этих территориях. Вот так что вот примерно такая ситуация. Что-то я еще извинято не сказала в процессе, но забыла. Я в сложном положении сейчас, потому что я задавал вам ряд вопросов, рассчитывая на более однозначные ответы, с которыми я в конце собирался поспорить и выступить как бы против тех ответов, которые я предвиду. Я не оправдала ваших ожиданий. Ну так получилось просто. У меня план немножко пошел в разнос. Да, извините, мои ответы, да, мои ответы вас не оправдали. Еще раз повторяю, да, по состоянию Симона сегодня пользуюсь словами генерала Залужного. Стейлмейт. Ну хорошо, и в окончании передачи я все-таки хочу как бы возразить вам Залужному, Арестовичу, Альфреду Коху и многим другим. Вот с каких позиций. Вот смотрите, в 2014 году Украина уже уступила. Фактически, де-факто, уступила России Крым, а чуть позже, после неудачных боевых действий и подписания Минских соглашений, фактически, и Донбасс. То есть, казалось бы, вот он и был достигнут тот самый результат. Все, мы как бы не захотели сильно слишком зарубаться за эту территорию. Можно было бы сказать от лица украинцев. И мы хотим дальше двигаться в направлении Запада и делать ставку на развитие. И тем не менее, проходит несколько лет и Путин нападает снова. Где гарантии, Да, потому что Путин, да. Что заморозка конфликтов, где гарантии. Уступки и компромисс не приведут к тому, что он отступит, залежат раны и нападет потом вновь с большими силами и лучше к этому подготовившись. И, наконец, где нужно будет остановиться где-то о границе, за которую уже нельзя будет отступать после нескольких попыток захвата Украины в том или ином виде. Первое. Я не Путин. Второе. Я говорю о том, что имеет место быть... Давайте вот те, кто хотят сейчас в Украине наступать, ну, ребята, ну, вперед, идите, наступайте. Да, почему этого не делает заложный? Наверное, он что-то знает. Самое главное другое. Вот тот план, который озвучил Арестович, и который перед этим предлагал Киссинджер, и который, более того, Зеленскому предлагали в Вильнюсе. Обратите внимание, он называется как «В обмен на вступление в НАТО». Это действительно вариант Южной Кореи и Северной Кореи, потому что существует представление и понимание, что, нет, Путин не будет нападать на страну, которая является членом НАТО. По той же самой причине он, например, там перестал думать о нападении на Латвию, Эстонию и так далее. А я думаю, что у него зуб был большой, интерес был большой, пить Санкт-Петербург недалеко, Петровские завоевания и так далее очень хотелось. Значит, соответственно, именно более того, когда Байден сказал Зеленскому, что вот как только закончится война, на следующий день вы вступите в НАТО. Это не план Арестовича, это не план Киссинджера, это слова Байдена. Хороший Байден, плохой Байден, насколько велики его когнитивные способности. Сейчас это действительно там большая проблема, потому что дедушка, судя по всему, очень, вот, например, в израильском войне он занимает очень правильную позицию, но дедушка явно быстро угасает, и люди вокруг него, типа Салливана и Бернса, это план американской элиты. Кончайте, ребята, вступайте в НАТО. Да, но вы же понимаете, конфликт намного проще, чем вступить в НАТО, потому что, ну вот возьмет кто-нибудь и наложит вето какие-нибудь панельки, турки, словаки или еще кто-нибудь. Данил, я вам еще хуже скажу, это как раз то, что я задавала вопрос Арестовичу, и это самый главный вопрос. Хорошо, допустим, потому что сейчас у нас ситуация такая. Есть Путин, который считает, что ему страшно везет, он в полном успехе, и он там, если не завтра, если не через год займет границы Донецкой и Луганской области, то еще через два года дойдет до Киева. Условно говоря, он так считает. И он не считает, что ему нужно останавливаться, и у него нет никаких поводов останавливаться. И с другой стороны, есть Зеленский, который говорит границы 91-го года, и, соответственно, так сказать, эта телега будет ехать вечно. И там получается, что если в воюющей Украине нельзя проводить выборы, то, значит, их не будет проводить, пока Украина не вернется к границам 91-го года, и, соответственно, дальше эту сказку про белого бычка понятно, к чему она клонится. Так еще Соединенные Штаты, они имеют рычаги влияния на Украину. Допустим, они как-то Украину ломают. Путина как уломать? Я, честно говоря, не вижу, я вот не вижу реальных рычагов уломать Путина. Единственный реальный рычаг, который я вижу уломать Путина, это как ни странно то, что в свое время сказал Трамп, что он остановит эту войну, сказав, что, типа, если ты, Путин, сейчас не подпишешь мир, или там было сказано слово перемирие, то я поставлю Украине столько оружия, что тебя снесут с лица земли. А вот единственный реальный способ остановить эту войну, заставить Путина остановиться, это сказать ему, что если он не остановится, то ему, то Украине будет поставлено столько оружия, что его Путина сметут с лица земли. Я не уверена, что Бернс и Салливан имеют, как это, Каджонис на это способны. Спасибо большое, мы в эфире уже больше часа, так незаметно прошло, я прошу прощения, что я не остановился на рубеже 50 минут, хотя все-таки не могу напоследок не задать один короткий вопрос. Так жив ли тиран? Слушайте, ну, не будем о грустном. Спасибо.